За безупречную службу Александр Лукашенко наградил более 300 силовиков. Соответствующий указ за образцовое исполнение служебных обязанностей был подписан 13 августа. Только по официальным данным в ходе массовых протестов задержаны 6700 человек. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста. Уходи! Уходи! Спасибо, я сказал все, можете кричать уходи. Удержится ли Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии? Сомневаюсь. Почему? Не знаю, слишком за последнее время, слишком быстро все происходит. Я думаю, он его в ближайшее время здоровью подкусит. Очень много примеров, когда диктаторов сажали. Начало его конца наступило уже давно. Как все закончится, мы точно не знаем. Хотя Лукашенко, конечно, уже не столько про Конституцию надо думать, сколько про билет в Китай. Нет, ты мне скажи, подождите, какой выбор? Я ушел, а не вы. Я ушел. Что завтра? Вы подумали? Но самое удивительное и важное, что мы увидели и что уже произошло, мы увидели и в который раз вот эту ошеломительную хрупкость диктатур. Вот стоит диктатура, представьте, крепость, окруженная 14 рядами стен и валов. Вот население, прирученные овцы, замирающие от звука голоса диктатора. Отфиксировали все звонки из-за границы, из Польши, из Великобритании и из Чехии. Последние были звонки, управляя нашими, извините меня, этими овцами. Они не понимают, что они делают. На каждой стене или вале каждый день тренируются наемники, чтобы отразить угрозы диктатуре. С воздуха, с моря, которой нет. И, конечно, из-под земли. ФСО проводит закрытые социологические опросы. КГБ хватает блогеров. Памфилова фальсифицирует. На кожаном диване центра избиркома пытают претендентку. Мухи летают не жужжа, из уважения к стабильности. И вдруг так, хлобысь, какой-то неучтенный пук, который раздается из неизвестного места, маленькое отклонение от привычного сценария, которое, конечно, не проблема завтра исправить. И вся железобетонная конструкция вдруг начинает в эпическом рапиде заваливаться у нас на глазах. И она, знаете, такая мощная, что уже нельзя себе представить никакой силы, которая могла бы это падение удержать. Она рушится несокрушимо под тяжестью собственного веса. И, конечно, нет никакой проблемы объяснять каждый уже случившийся хлобысь. Вот смотрите. Фактор 1, факторы 2 и 3, плюс неожиданные акторы, плюс технологии и необычно малая норма осадков в этом году. Или большая. Все сходится, все понятно. Но точно так же нет никакой возможности хлобысь предсказать. И это главная теоретическая проблема социальной науки. Нет, ничего не происходит само собой. Всегда должно быть мужество, должны быть герои, должны быть усилия и оппозиция, повторяющие свои мантры. Но где точка сборки? Почему в одних ситуациях герои сгнивают в тюрьме, мантры оппозиции валяются на улицах, как шелуха, усилия никому не приносят пользы, а в других происходит хлобысь. Не иначе как все дело в осадках или их отсутствии. И я вовсе не хочу сказать, что социальная реальность непознаваема. Равно наоборот. Рациональный урок, который мы можем вынести из белорусского кейса, состоит в том, что не следует особенно верить тем признакам устойчивости диктатур, которым мы привыкли верить. Это, возможно, только тени наших собственных страхов, которые диктатура старательно рисует на всем, что мы видим. На стенах домов, на тротуарах, на нашей одежде. И эти тени являются реальностью до тех пор, пока мы верим в нее. Вот в этом, возможно, и таится загадка социальной реальности. Это производная наших вер. Ну и, разумеется, нормы осадков. Европарламент признал Тихановскую в качестве законно избранного президента. Лукашенко объявил персоной нон-грата в странах Европейского Союза. Безусловно, она единственный легитимно избранный президент Беларуси. После того, как мне отказали в регистрации, у нас с ней было несколько разговоров. И я принял решение, несмотря на позицию некоторых членов моего штаба. То же самое я беседовал со штабом Виктора Бабарыка. Естественно, с ним самим говорить невозможно, потому как он находится в тюрьме. Но мы тогда приняли решение объединить три штаба и поддержать Светлану Тихановскую. Лукашенко ее зарегистрировал просто исходя из того, что Света не выступала в период предвыборной кампании. В период сбора подписей Светлана не выступала. Она сделала какое-то интервью, в которое она сказала, что я как бы вообще не собиралась идти в президенты. У меня нету никаких политических амбиций. Но если это на самом деле было так, она была искренне, и Лукашенко на это купился, если можно сказать. И он подумал, что ну кто будет голосовать за женщину, которая занималась воспитанием детей, которая заявляет об отсутствии у себя каких-то политических амбиций. Поэтому он принял решение ее оставить в кампании. Но мы ее поддержали, и на самом деле мы понимаем о том, что белорусы, они голосовали не столько даже за Светлану, хотя она символом, так сказать, перемен для всех белорусов явилась, сколько голосовали против Лукашенко, который всем реально уже надоел. Мы говорим о стратегии, о том, как двигаться дальше. Я понимаю ее морально-психологическое состояние после такой беседы. Я представляю, как работает эта власть. Вы видели, как она работает, с какими дубинками она работает, что стреляли в людей. То есть эта власть, она на всякие мерзкие вещи способна. Я не исключаю, что она использует и химию для того, чтобы каким-то образом подавить психику людей, которые находятся в тюрьме. И я так понимаю, что они могут оказать воздействие и через детей, и через то, что начальник ее штаба и ближайшая подруга была в заключении. Ее взяли и арестовали, когда она выходила из посольства Литвы. И ее супруг находится в заключении. То есть что они говорили, я не спрашивал и не буду спрашивать. Если только Светлана сама не захочет это рассказать. Мне кажется, что это неэтичный вопрос. Но мы понимаем о том, что там был разговор с использованием самых низких и мерзких методов, к которым только и может прибегать Лукашенко. На самом деле инициатива заключалась в том, что когда Светлана молчала, показать, что мы можем и будем действовать, даже несмотря на то, будет ли она выступать или будет ли она хранить молчание. То есть необходимо было каким-то образом выдвигать эти инициативы. Инициативы по сплачиванию всех тех политических сил, которые разделяют два главных принципа, в том числе и принципы Светланы и нашего объединенного штаба в период кампании. То есть это на самом деле лишь продолжение было объединения трех штабов. Это освобождение всех политических заключенных. И это проведение в течение пяти-шести месяцев новых президентских выборов, где те, кто сейчас сидит в тюрьме, где те, кто испугался, может быть, по тем или иным причинам, бросить вызов в существующей системе, но у которых есть программа развития или видения того, как должна развиваться страна, где все они смогут принимать участие. Сегодня в Твиттере вы написали, я простую мовую оригиналу, да, действительно оппозиция готова начать диалог с Лукашенко и готова рассмотреть вариант с неприкосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти. Что самое вы готовы запропоновать Лукашенко? Я думаю, что если он сейчас, я ничего не готов никому ничего обещать. Я на это не имею никаких полномочий. Ну, вся оппозиция, и вы написали про это. Значит, на самом деле мы видим механизм следующий. Если Лукашенко сейчас вступает в переговоры и говорит о том, что я, да, проиграл, и я готов рассматривать механизм передачи власти законно избранному президенту Светлане Тихановской, то он, естественно, на таких условиях он может что-то просить для себя. Это, безусловно, будет являться предметом переговоров. Если же он не готов идти на это, если он будет продолжать упираться и не будет отпускать власть, то тогда, конечно, ни о каких переговорах и ни о каком сценарии другом, кроме как его добровольный или принудительный уход от власти, другого сценария я просто тогда для Беларуси не вижу. Понимаете, наши взгляды, они тоже претерпевали определенную метаморфозу. То есть надо сказать, что на первом этапе, когда только я вступал в президентскую кампанию, мы это ему обещали. То есть это была моя позиция, что если он честно считает голоса, что если мы побеждаем, что если я побеждаю, то мы ему тогда даем возможность продолжать жить в Беларуси, заниматься тем, чему им нравится, выращивать картошку, арбузы, заниматься преподавательской деятельностью, пожалуйста, на здоровье, он должен просто демократическим образом был эту власть передать. Сейчас, конечно, все больше и больше горлышко становится узким. Очень сложно будет сейчас общественность убедить после того, что произошло, вот этих вот жутких картин. И это даже не только фальсификация. Фальсификация является, конечно, уголовно наказуемым преступлением. И оно карается у нас, кстати, тоже достаточно серьезным сроком. Но здесь гораздо сложнее сейчас именно то, что он применил силу. Он применил брутальную силу, которая вообще выходит за рамки какого бы то ни было порядка, закона. Над людьми издевались, их избивали, значит, люди погибли. И это, конечно, делает ситуацию уже совершенно иной. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Субтитры создавал DimaTorzok